Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Со мной хочет встретиться жена любовника, с ним отношения закончены по его инициативе. Каким-то образом она узнала, вначале писала оскорбление, теперь попросила везла. Она замужем и тогда тоже была замужем, после разрыва с любовником отношения с мужем наладили, дома все хорошо. Я боюсь, что она расскажет мужу светлый с ней встречаться, как быть в этой ситуации. Ну, как быть в этой ситуации, подсказать вам, конечно, можно, но, как мне кажется, вам не понравится то, что я вам скажу, потому что вы в данном случае в какой-то степени сталкиваетесь с последствиями своих действий. И нет, это ни в коем случае не обвинение вас, хотя может показаться, что у вас обвинять это обвинение, но нет. По-моему, на самом деле, цели обвинять вас нет. Просто то, что вы описываете, это действительно последствия непроработанность. Я бы так, наверное, сказал, непроработанность этих самых действий. То есть, смотрите, какая штука. Началось все с того, что у вас появится любовь. И началось это с вами проблем, судя по всему, с проблемами с вами и вашим мужем, вероятно. Вот. Это неприятно. А вот это не очень хорошая история. Вот. Но, как бы, тем не менее, ладно. Дальше, судя по вашему описанию, вы с любовником расстаетесь, и отношения у вас с мужем налаживаются. Вот. Конечно, это хорошо. Но вряд ли только проблемы с вашим мужем. Ушли. Несмотря на то, что, ну, как вы говорите, да, все наладилось. Вряд. На мой взгляд, проблема сохранилась. Иначе бы вы не боялись бы им рассказать, иначе бы он знал о том, что, ну, произошло. И вы бы вместе, может быть, даже с помощью психолога бы, смогли бы, смогли бы, это, ну, прожить, сбережить, и так далее. Вот. А так, получается, что ничего этого вы не сделали. Вот. И теперь, естественно, боитесь, 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 что, собственно говоря, это произойдет. Вот. Понимаете? Понимаете? Какая история. Поэтому я поначал, конечно, с того, чтобы сделать анализ ваш отношений с мужем. Вот. Вот эти более доверительные. Вот. Вот. Ну, более, может быть, крепкими. Вот. Рассмотреть те проблемы, которые стали основанием для того, что у вас появился в любовник. И рассмотреть основания для вашего страха, чего вы боитесь, потому что страх делает человека не свободным, он делает не свободный вас, хотите вы этого или нет. Поэтому тут в этом смысле все достаточно просто. Понятно, что просто только со стороны такой умозрительный, да, со стороны практически нет, не просто, но тем не менее. Вы оказались в действии треугольника Кармана, к сожалению, где вы, собственно говоря, жертва в этой ситуации. Вот вам нужно из этой позиции выходить. Вот. Встречаться или не встречаться с женой любовника решать вам, как мне кажется, что это решение волос мы не можем принять. Но я вижу в этом продолжение жертвенного поведения нашей страны, продолжение вектора неосознанности в своем поведении. И, как бы, соответственно, как результат накопления таких вот неприятных аспектов. Накопления вот таких вот негативных моментов в данном случае. Вот. Вот. Вот, вот, позову, позову, вот, как-то так. Я думаю, можно вам ответить. Ну, вот, с этой точки зрения и, ну, вот, с позиции, так вот. Вот. Хотя, конечно, я, ну, вот, в какой-то степени, да, ага, ну, сомневаюсь, что вы прислушаетесь. Вот, ну, тем не менее. Вот и все. То есть, в общем-то, проработав сквозь своих справок, вы как раз-таки сможете увидеть свое истинное желание, как бы, встречаться с человеком или нет. То есть, тут, в этом смысле довольно просто. А сейчас вы находитесь под воздействием, ну, вот, таких, эм, довольно серьезных негативных моментов. И, конечно, вы не знаете, что вам делать. Было бы очень странно и, э, странно, если бы вы знали. Вот. Поэтому, вы, мне кажется, немножко, вот, ну, не в ту сторону, а вы смотрите, вот, э, как-то, немножко не туда. А мне кажется, что, э, ваше отношение с мусором, раз вы боитесь, что она расскажет, мне стало лучше. Вот. Они не стали, э, крепче. Вот. Я знаю, что, э, вам, вам неприятно это слышать, скорее всего, но, тем не менее, э, будет лучше, если я вам об этом скажу, и, хотя бы, у вас это, там, ну, вложиться, э, даже если, вот, вы, там, не согласитесь со мной, чем, если вы, вот, э, допустим, узнаете об этом, а вот еще, еще, да, и будет, будет больно. Вот. Поэтому, моя цель, она, вот, исключительно, вот, э, такая, гу-гу, э, гуман, э, гуман, так сказать. Вот, э, вот, то, что, э, мне бы хотелось, вам ответить, э, с точки времени, э, э, психолог, так сказать. Вот. Хотя, э, повторюсь, э, не все так, вот, в этом смысле. Однозначно. Кстати, мне, я бы, конечно, рекомендовал бы индивидуальную работу. Ну, здесь, э, в этом смысле, э, все зависит от вас. В этом все. Э, желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, вам, э, это необходимо. Я вам буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, да, позволит вам начать работу над собой. Э, удачи. Отлично. Продолжение следует...